Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Рязанов, я основатель, собственно, ведущий радиошоу Club Time на радио МСМ. Это шоу электронной и танцевальной музыки. В рамках проекта Club Time сегодня у нас в гостях один из самых старых, можно сказать, легендарных, не побоюсь этого слова, диджеев. Один из тернтейбл диджеев немногих в городе Улан-Удэ. Егор Макаров, многие его знают как диджей-йогурт. Егор, привет! Привет! Егор, скажи, пожалуйста, давно ты вообще занимаешься своей деятельностью, диджеингом? Ну да, прилично. С каких примерно лет? С 2002 года. Это, получается, у меня было 14 лет. 14 лет? Да-да. Офигеть! Ну, я начал в 14 лет. А что тебя вообще на это подтолкнуло? Как ты вообще начал этим заниматься? Ну, подтолкнул меня. Я занимался брейк-дансом. И вот, и в то время еще, когда это было возможно. И хип-хоп где-то рядом стоял, да? Да, да. И, получается, как попал в русло, получается, тогда это было популярно в то время. И как-то все завертелось. И потом раз, и на вечеринке, ну, получается, на баттлах, на тренировках я начал приносить музыку. И парень сказал, о, блин. Да, я помню, я еще был школьником в те годы. Было очень модно хип-хоп, этот брейк-данс, скейт. И ходили по телефонам, которые только первые появились там, по их порту мы передавали видео с фристайлами каких-то брейк-дансеров. Вообще было прикольное время. Несомненно, диджеинг стоял рядом. Да. Как тогда развивался вообще диджеинг, можешь рассказать, вспомнить? Ну, в целом, я просто увидел на кассетах баттлы, брейк-данс баттлы, получается, там, баттл оф зе ер, который проходил там в Германии. И увидел, что, ну, когда идет баттл, получается, суть брейк-данса померится силами танцора хорошего. И, получается, увидел, что стоят, ставят музыку диджокея, которые, в принципе, и как правят этим баттлом. То есть они ставят композиции, и танцоры уже обмениваются панчами. Я знаю, что ты один из немногих, у нас, наверное, в Улан-Удэ очень мало единиц, я бы сказал, тернтейбл диджеев. Наверное, для зрителей, для наших, расскажем, что тернтейбл – это классический диджеинг, не тот, который мы сейчас уже привыкли на цифровых проигрывателях. Да, это на виниловых пластинках, получается, проигрывателях. Виниловые пластинки, да. И именно с них начинал играть. Да, получается, все баттлы брейкданс проходили на виниловых пластинках, там есть такая дисциплина в тернтейбл диджеях, ну, то есть проще виниловых диджеев, как битджанг. Это, то есть, есть две пластинки, допустим, и в них есть, если, допустим, это фанк, то есть там брейк-лупы, то есть грув, то есть они, получается, ставят, ставишь одну пластинку на этот проигрыватель, такую же ставишь на вторую, и получается, с помощью пульта ты микшируешь один и тот же грув, то есть это брейк-бит, получается, там. Ты прыгаешь с одной композиции на другую. Получается, нет, я ставлю один же тот же луп, то есть грув, то есть он играет, квадрат, и с этого же квадрата я ставлю, опять же, с другого проигрывать, то есть я перекидываю, и получается бесконечная такая брейк-бит, короче, композиция, потому что, допустим, если посмотреть, фанк-музыку разобрать, да, то там, как правило, начало начинается с грува, то есть барабанов и бас-гитары, допустим, и, ну, а дальше уже там какая-то лирика, там, суть композиции. Ну, сейчас, наверное, далеко, да, тем более в нашем городе отошла вот эта вот хип-хоп-культура, потому что, я говорю, очень мало занимается. Ну, как сказать, в целом, конечно, сейчас молодежь уже занимается, наверное, уже другими какими-то, наверное, начинаниями, да, но в целом она всегда будет, то есть если есть люди, которые это нравятся, заниматься, то и эти люди будут заниматься до конца, ну, допустим, не будут переходить там другие направления, да, вот он позанимался хип-хопом, потом перешел в рок, из рока ушел там, допустим, там, в биржу, и сказал такой, о, блин. Я знаю, ты когда-то занимался обучением, вот, чтобы люди интересовались этим, их же надо обучать, потому что очень сложно сейчас найти какие-то... Ну, да, с обучением, как дела обстоят, то есть в любом, в любом случае это все зависит от человека, кто хочет заниматься, то есть тот всегда найдет возможность. А ты сейчас проводишь какие-то уроки? Ну, да, вот мы совместно с школой музыки, которая сейчас находится на бывшем офисе Байкал Банк, как же школа музыки, мир музыки, я забыл, вот проводили курсы по лету, но сейчас вот с пандемией немножечко сложно стало и... Ну, в целом, всегда возможно, всегда возможно, каждый человек, это все опять же повторюсь, зависит от человека, и он может, если когда захочется, он всегда может найти пути и обучиться этому, ну, или хотя бы взять там оборудование и посмотреть на уроки на ютубе. Да, в ютубе очень много полезной информации, но конкретно, если какие-то уроки разбирать, то, конечно, да. Я достаточно долго учился, к винилу я до сих пор не пришел, потому что и с оборудованием, да, проблемой с учителями, у кого-то спросить что-то, пробуем пока скрычить на обычных цифровых проигрывателях. Ну, вот тоже сейчас на цифровых проигрывателях тоже классно получается, вот Digital, сейчас лидирующий же пионер, так-то, в принципе, тоже на них можно научиться, конечно, это может быть чуть-чуть будет по-другому, но в целом, суть одна и та же. Сейчас очень пионер достаточно позволяет много возможностей диджейного. Для творчества, да. Да, именно на цифровых проигрывателях. Мне тоже нравится. И переключение с цифровых на аналогах, там, виртуальное такое переключение на винил и проигрыватель. Вообще, помимо диджеинга, ты чем в жизни увлекаешься? Ну, если у диджея вообще вторая жизнь, существует ли она? Ну, диджеинга, это для меня, как больше, наверное, ремесло, хобби, но у которого, ну да, ремесло, наверное, оно сейчас приносит мне, получается, какие-то материальные блага. А в целом я занимаюсь электрикой, так подрабатываю, там, видеонаблюдение ставлю, там, различные сети компьютерные, ну, все-все, что связано с электроникой, там, я вот этим занимаюсь. То есть, недалеко от физики отошел, музыка, это тоже своеобразная физика. Мне больше всего нравится, вообще, в целом, заниматься оборудованием, то есть, первое знакомство с оборудованием у меня было в 2004 году, получается, я накопил с 14 до 17 лет, я копил, короче, на проигрыватели. И вот Александр Сячинов, он тогда учился в Москве, дизайнер автомобилей, я ему отправил деньги, он сходил, купил проигрыватели, джамина, винил, проигрыватели, и все-таки, вау, в ланды, короче, такие сказали, вот это круто, короче. Ну, и вот как-то вот и оборудование начало мне нравиться, и вот сейчас до сих пор я люблю покупать оборудование, кому-то нравится покупать там какие-то вещи, может, кому-то автомобили, а мне нравится вот это оборудование. На первые проигрыватели у тебя много труда ушло, чтобы заработать на них? Ну, там, вообще, в целом, там же тети, дяди, бабушки, там, в то время, короче, там, приходят, там, дарят 100 рублей, ты откладываешь, ведешь аскетичный образ жизни, там, где-то сэкономишь на обедах, плюс, там, ну, подработочки были небольшие, но, в целом, да, долго я три года копил, получается, и в 2004 году, вот, по окончанию школы, у меня получилось все-таки, как бы, накопить и приобрести их. Ну, это, наверное, надо очень большое стремление и терпение, чтобы не потратить денег. Ну, да, там, тогда я, да, вообще, прям горел, да, вообще, горел в этом. А в целом, в то время тоже там, ну, вот, только компьютеры появлялись, конечно, мог бы на компьютер, но компьютер был уже какой-то, и вот, хотелось проигрывать или вот, настоящая диджейская оборудование. Ну, отлично, узнали про твою деятельность. Как ты считаешь, вообще, музыкальная индустрия у нас в республике развивается, существует ли она? Ну, в целом, да, то есть, ну, в то время, когда 2004 год было как-то живо, то есть, сейчас есть интернет, уже как-то более, ну, поутихло, что ли, а в то время было очень интересно, то есть, и тогда, ну, я общался с большим количеством ребят творческих, кто рок-музыканты были, хип-хоп, кто рэпом увлекался, то есть, и можно сказать, что, ну, у нас в республике действительно есть музыканты, которые добились признания своей какой-то субкультуре. Кого ты можешь отметить? Ну, допустим, вот у меня одноклассник был Саня Приходченко, вот он был бас-гитаристом, он или гитаристом Аборта Мозга, ну, то есть, ну, Аборта Мозга, как бы, это крутая группа, считаю, и она, ну, знаменитая по всей России, как бы, и, ну, круто, я рад за них, плюс потом, ну, сейчас, что-то, наши вся, рэп-музыканты тоже, да, рэп-музыканты вообще нормально, да, это троих, вот, я знаю, Артур, Артур, Дуксор, Псайбой, тоже занимается где-то в Москве. А, кстати, ну, он, Псайбой, да, Псайбой, это фристайлер, ну, да, тоже, плюс потом, хаски, хаски, и вот сейчас еще и Тимурик Бубяев покоряет. Алихана забыл. Ну, Алихан, это, как сказать, это больше наш, как бы, артист, ну, то есть, местного уровня, да, республиканского. Он тоже популярный. А вот именно вот в медиа, среде, вот, Российской Федерации, ну, тут эти ребята, да, вылезли в том, в чарты. Ну, да, ну, и плюс еще рок-музыканты, я думаю, вот, вот, Александр Нехворостной тоже, я помню, вспомнил, это группа в Азии, как она сейчас, который хит-то «Слезы солнца» написал. Мохито, да. Мохито, да, да. Вот это тоже Солон-Дэ, ребят. Александр Стрельцов, к сожалению, ушла от них, у них сейчас новый состав. Ну, вот, как бы, насколько я знаю, что вот Александр Нехворостной, Саня, там, по-моему, занимается. Да, 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 тоже Солон-Дэ, я знаю. Когда-то у нас ведущая Татьяна Касьянова пела в Афазии. Да, да, вот, в нашей школе я тоже как-то пересекался. Какая школа была? Это 32-я, в театре Тюзи, и вот я познакомился с ребятами, с Александром Нехворостной, Александром Приходченко, там, вот, Леня Сосновский был. Ну, как-то так все получилось, что, ну, вот, в течение обстоятельств меня помогли стать диджеем в нашем замечательном солнечном городе. Да, у меня, кстати, из окружения я единственный, кто стал диджеем, вот, здесь в городе более людей, кто именно кругами куда-то стремятся, такими группами, ну, друзья, если в одном направлении двигаются. Ну, в целом, да. И я думаю, что... А Юра Циренова можно отметить? Ну, да, я думаю, что ребята найдут своего слушателя, и я всеми руками за, за то, чтобы у нас в ОНД, как сказать, творческая и музыкальная индустрия процветала. А конкретно из диджеев ты кого-то можешь у нас отметить? Отметить? Отметить, да. Нет, ну, много очень наших диджеев. Кто конкретно радует, это, кстати, не мой вопрос, это вопросы извне, не на свою сторону дело. Конечно, я могу отметить вообще, ну, на данный момент или вообще в целом? Вообще в целом? Очень большое количество диджеев я знаю, вот, в 2004 году я вот играл в Александр Хаус, клуб был такой, так называемый, по пятницам, субботам, и там много было диджеев, вот, Михаил Седов, диджей Оксид, ну, а сейчас дизайнер какой-то крутой, потом, ну, наши вот все, которые сейчас, это Денис Чек, Сергей Грей, потом, кто еще? Ну, Чек, по-моему, играет что-то этническое, да? Ну, да, такое, более, сейчас, как сказать, интеллектуальное. Я слушал музыку, он присылал свой клип, кстати, телекомпания ТВ записывала совместно с ним клип, где он играет музыку. Мне показалось, что это схожее с Байкал Номадс. Ну, да, есть вот, ребят с Байкал Номадс тоже неплохо, сейчас, вот, как бы, делают вечеринки. Да, ребят, они делают вечеринки, они выпускаются на SoundCloud, я знаю, какой-то лейбл заинтересовался им. Да, у них уже 10 тысяч подписчиков, там, нормально, у них уже свой лейбл получается. На такой хороший уровень вышли, да? Да, то есть, у них уже свой слушатель, у них уже, там, более 10 тысяч подписчиков со всего мира, ну, я считаю, это респект и уважуха. А ты сейчас в каком направлении играешь? Я сейчас больше занимаюсь, ну, как сказать, для себя музыкой, что ли, то есть, я играю разнообразные стили, то есть, как такового, отметить стиль не могу, но, в целом, стараюсь в миксах, ну, когда, допустим, где-то выступаю, разнообразить уже музыкальную палитру, так скажем. То есть, если, допустим, раньше я мог играть часами, там, Drum'n'Bass, ну, и Jungle, да, то сейчас мне это уже, ну, как-то, кажется, уже скучновато, что ли. Ну, для кого как еще остались, наверное, те люди, которые помнят, что такое Drum'n'Bass и как под него нужно отжигать. Ну, то есть, вот, допустим, вот тенденция, там, ну, на Западе клубах есть, ну, которые занимаются именно нашим направлением, таким, как сказать, субкультурным. Там сейчас популярна техно, но там на таких вечеринках тяжело находиться, то есть, там все время одна и та же ритмичная картинка, то есть, ну, один и тот же тамп, но барабаны меняются, да, там, синты меняются, да, там, синты меняются. Тяжело, вот, когда все время одного тоже, короче, одна и та же скорость довольно, это, скучновато становится где-то через три часа. Сейчас уже выходит из того положения, что техно для кого-то скучновато, сейчас, знаешь, появился новый стиль, это Touch House, то есть, техно с Хаосом совместили, да, чтобы более-менее как-то разнообразить. Ну, все равно, знаешь, это, мне кажется, она немножко однообразная, ну, все равно я начинал с хип-хопа. Если у вас фанка, то мне больше по душе менять составую палитру, то есть, допустим, вот на баттлах брейк-данса есть направления различные, там, кто-то танцует хип-хоп, кто-то футворк, там, ну, делает баттлы, кто-то пауэрмусс, то есть, вот, если хип-хоп, то ты там ставишь хип-хоп композиции, то есть, там, рэп-композиции какие-то, если футворк, то ты там ставишь фанк композиции какие-то определенные. А когда там, допустим, идет пауэрмусс, то ты там ставишь брэк-бит, это уже более ритмичная музыка, это типа Chemical Brothers, там, проводят же вырезки, ну, из таких брэк-битов композиции, то есть, там динамика уже другая. А в целом, кого еще можно отметить? В целом, всем диджеям респект, кто занимается этим, кто продвигает это, это вообще здорово, что в нашем городе это живет как-то и... Конкретно вообще, вот, в нашем городе есть диджеев, замечал ли ты у кого-то именно свой стиль, свои какие-то фишки, панчи? Ну, конечно, конечно, у каждого диджея есть свои вообще фишечки, свои техники, там, сведения, композиции, свой подбор, вкус, у каждого свой стиль, вкус и это здорово. Недавно у нас на MCM играл диджей Балу, Саня Фролов, и у него я заметил интересную штуку, он в своих миксах начал использовать какие-то тренды тиктока, то есть, фразочки прикольненькие. Из тиктока, да? Да, он в клубе также использует их, ну, это народ заводит, когда какой-то известный звук там подбадривает внутри микса, это достаточно интересно. Сейчас вот знакомый с человеком Александр Кижяков, вот он с Иркутска, но он к нам часто раньше приезжал, он сейчас вот на Западе, получается, в Москве, у них там свой лэбл, как я забыл, как называется, но вот они тоже, вот, есть коллектив, который пишет музыку, кстати, для Creme Soda, получается, это его ребята знакомые, хорошие, вот они делали микс, я забыл, как же их, Locket Club, вот. Locket Club, и у них в композиции, в миксе были, короче, фразы из мемов, ну, из вот, как, плюс 100-500, которые у Максовской программы есть, там различные, там, а-а-а-а, девка за рулем, а-а-а-а, ну, ты видел, наверное, да, эти смешные. И вот там очень много, там, короче, микс составлен, получается, из их брейкбитов, лупов, но с добавлением вот таких штук вообще круто получилось, смешно и в тот же время прикольно получилось. Добавляют чуточку юморка, ну, да, и узнаваемость. Танцующие не просто танцуют, они еще и эмоциями переполняются, там, смеются, кого-то подбадривают. Да, мне вообще тоже понравилось. Очень топовый трек сейчас, знаешь, там, в ТикТоке есть такая девушка, которая, там, сейчас там полетаем, или как она говорит? Ну, я вот, к сожалению, сейчас тиктоком сильно не увлекаюсь, и инстаграмом тоже. Зря, очень много чего интересного там, ну, особо не надо увлекаться им, но многое, что можно... Много времени, мне кажется, слишком уходит на это. Да, да, да. И, конечно, посмеяться можно, но в целом стараюсь ограничивать себя в инстаграме и тиктоке. Скажи, Егор, ты занимаешься написанием музыки сам? Это сложный вопрос, но я пытался, да, но вот уровня не хватает, как мне кажется, когда я делаю композицию, мне не хватает, может быть, музыкального образования. То есть я могу написать какой-то сэмпл, луп, и на этом остановиться, то есть там, дописывать там развитие композиции. Я могу сразу написать, да, вот какой-то бэнгер, сразу тшшш, а потом начало, середина и конец, но как-то у меня не получается, и я не могу, как сказать... Завершить, значит. Завершить, да, вот эту композицию, и это остается так, ну, как зарисовочка небольшая. У меня немножечко наоборот, у меня есть базовые знания в гармонии, но у меня не хватает знаний именно в студийной записи, конкретно какой-то электронной музыки. Пользуюсь программным обеспечением машин, машин 2, вот это от Native Instruments, прикольная штука, там и база сэмплов, и вот сам процесс... Это как секвенсер или как программа для диджиинга? Ну, секвенсер, который продается там с их оборудованием, получается там драм-машина, сейчас разные, там есть студио-машин-студио-машин 3.0, то есть сейчас с оборудованием и с такими программным обеспечением можно вообще хиты делать, если, допустим, ну, как сказать, и слух есть, и талант. В целом в диджиинге ты как занимаешься виниловым диджиингом, так и цифровым? Ну да, в целом да. То есть я иногда пытаюсь ставить свои миксы, когда, допустим, работаю, оценить на публику, как вообще получается. Ну, в целом, сильно никто не замечает, но надо будет делать целый материал, вот хочется сделать целый полноценный свой микс, то есть из своего личного материала накопленного, да, и чтобы, ну, это было именно авторская, авторские композиции, то есть там, чтобы ремиксы были какие-то определенные, все, чтобы было. Вот хочется это сделать, я думаю, когда-нибудь это получится, у меня. Ну, обязательно получится. А именно в диджиинге, в цифровом, сейчас очень много, кто, я в частности, играет на, как на печах, на проигрывателях, так и на контроллерах через ноутбуки. Очень удобно носить с собой контроллеры, ноутбук. Это вообще классно. Собирать там информацию на ноутбуке очень много, можно флешки с собой не носить. Да, в целом, лэптопы у диджея, вообще, я как все, кто хочет заниматься диджеингом, ребята, это первое, главное, это, конечно, ваш компьютер, то есть это ноутбук. Ну, конечно, у диджея должен быть ноутбук, потому что быть мобильным, это очень важно. И чем у вас лучше будет ноутбук, тем лучше у вас будет получаться сводить композиции, писать, чтобы никогда не тормозило. В то время, когда мы начинали, было очень все сложно, программа обеспечения требовала очень много ресурсов. И сейчас я вот вижу, конечно, цены кусаются нынче у нас в России, да, но в целом, конечно, если есть стремление, можно приобрести в себе хороший лэптоп и вот начать с него. То есть, как я советую всегда ребятам, кто хочет заняться диджеингом, битмейкингом, ну, про написание музыки, надо начинать с лэптопа, то есть компьютера. А в дальнейшем уже докупать себе контроллеры, как ты отметил, контроллеры, такая штука полезная. Очень полезная. Да, они переносные. Может быть, ты расскажешь нашим зрителям, что это такое. Да, когда я начинал заниматься, естественно, меня в клубы мало кто брал, потому что у меня нету навыков. Я всякими правдами, неправдами пытался эти навыки набраться. Учился на всеми любимом вирчу-диджее. Мышкой очень неудобно было, потому что хотелось что-то ощущать физически, физическое какое-то воздействие с треками, как-то их подкручивать, подгонять под темп. Питч, опять же, надо было по скорости все это мышкой делать, то есть одной мышки на два трека и на несколько эффектов. Это было сложно, но это было возможно. Да, это было возможно. Кстати, сейчас я, когда подготавливаю сет, я мышкой пользуюсь, потому что неохота лишний раз подключать. Какой софт ты используешь, какой софт ты можешь посоветовать для начала деятельности, диджеинга? Ну, в целом, сейчас как софт уже стал доступным, то есть сейчас в интернете больше переключается на подписки, но есть оборудование. Например, я покупаю оборудование PIONEER, Native Instruments и у каждого свое программное обеспечение. И вот с этим оборудованием, с контроллерами, допустим, начального уровня, да, идет программное обеспечение, как правило. Ну, там есть, ну, основное, это Tractor, Serato и Rekordbox, да, вот это PIONEER, ну, в принципе… Virtual DJ до сих пор еще пользуются. Virtual DJ тоже, да, они, в принципе, похожи, как бы, там, ничего сложного, как бы, особого я отметить не могу. Ну, в целом, если именно придираться вот по Digital Vinyl, то есть это Digital Vinyl, это эмуляция виниловой пластинки через звуковую карту подключения, то Serato выигрывает… Как правило, я тоже замечал, что через Serato играет большинство, и виниловые проигрыватели Serato, по-моему, тоже выпускаются, да? Нет, сейчас, ну, по ходу, да. PIONEER, Serato, ну, логотипы просто я видел на виниловых проигрывателях. Это лидеры. Либо виниловые сами… Виниловые проигрыватели – это Technics. Нет, нет, я имею в виду, что сами пластинки выпускают Serato. А, ну да, это, получается… Специально для софта. Да, они записаны, получается, виниловая пластинка, на ней записан тайм-код, который передает сигнал, микшерный пульт на звуковую карту, и ты уже в программном обеспечении, где ставишь композиции, ты ставишь композицию, и она эмулируется за счет этого кода. Компьютер знает, в какой момент ты ставишь пластинку. Ну, то есть полностью эмулирует виниловую пластинку. Вы поняли, о чем он сказал? Я – нет. И… Ну, это здорово. То есть, получается, когда я ставлю виниловый диск с тайм-кодом от какого-то производителя, и когда я меняю пластинку, да, на дорожке ставлю, да, то есть, есть же начало у виниловой пластинки, да, когда ты ставишь, есть конец. И это программное обеспечение настолько умное, что ты просто ставишь иголку, допустим, посередине пластинки, и она начинает играть в программном обеспечении тоже с середины трека. То есть, то же самое, что ты мышкой там тыкнешь в конец трека, да? Да, да. Но только ты все полностью управляешь музыкой, то есть, с виниловым проигрывателем. То есть, ты ставишь на пластинки и… Оказывается, физическое воздействие. Да, то есть, это очень… В принципе, это прикольно и сложновато довольно-таки. Да, в Serato очень удобно играть на винилах, потому что ни один отзыв уже слышал и видел, как играют через Serato в рекордбоксе и в тракторе тоже есть свои фишники, которых нет в Serato. Например, подготовка к CD-проигрывателям. Можно треки подготавливать на рекордбоксе, флешку закинул, в компьютер вставил, точнее, на флешку закидываешь треки через рекордбокс, они у тебя уже также подготовлены, с точками, как тебе нужно… Ну да, да, это вот программное обеспечение. Сейчас, секунду. Спроси лучше про попсу. Как ты, Егор, относишься к попсе? Попсе? Да. Популярный или попсе, да? В наше время очень популярно, даже сейчас большинство клубов, да не большинство, но 95 процентов играет поп-музыку, потому что… Популярная музыка. Да, она в тренде везде, в чартах попса. Как ты лично относишься к поп-музыке? Поп-музыке, да. Ну, на данный момент… Раньше я относился к популярной музыке, которую играл по радио, не очень. Но сейчас, допустим, можно отметить некоторых наших исполнителей, российских популярных, да, там… Как сильно не веду, как их зовут, но есть прикольные мотивы, есть прикольная музыка. Но, в целом, конечно, на данный момент разнообразие музыкальных стилей настолько большое, что, в принципе, можно и лучше, хочется поделиться с людьми, чтобы они слушали не только популярную музыку, но и ту музыку, которая действительно где-то тоже популярна, и у которой есть тоже свой слушатель. Да, сейчас очень много стилей. Я как-то зашел посмотреть на промо-диджи, на всеми любимый диджейский сайт, и у них там есть, по-моему, раздел «Электроника», где все жанры и поджанры музыки. Да. Там реально, там зашиться можно, чтобы все это выучить. Да, в целом, музыку сейчас стало сложнее искать, потому что много ресурсов появилось, там, Beatport, SoundCloud, Spotify, VK, тот же самый. И очень сложно, очень много времени уходит на то, чтобы найти нужную композицию среди гигантского количества композиций, которые появляются сейчас в нынешнее время. И раньше я могу сказать, чтобы было проще искать, проще было удивлять и бомбить там танцпола, чем сейчас, допустим, выбирать из кучи из тысячи, из миллиона композиций ту, которую, действительно, ты думаешь, о, да, это сейчас за народ будет плясать. Но сейчас особое внимание вообще мировая музыкальная структура направила в сторону стриминга, то есть прослушивание конкретно, а не скачивание. Раньше, если можно было, на первых порах обширного интернета можно было скачать, сейчас скачать хороший материал, не так просто, с Beatport, например, только покупать. Ну, технически есть люди, которые умеют оттуда музыку. А как ты вообще сам добываешь себе материал, так сказать? Музыку я качаю. Вот мой любимый ресурс – это VK Music, то есть, грубо говоря, смотрю композиции на Beatport, допустим, на SoundCloud и других разных ресурсах, да, и просто тупо захожу в VK. Если VK нету, то… Ребята, мы не учим пиратству. Ну, если VK нету, то я беру свое оборудование музыкальное и делаю там манипуляции. Сейчас еще существуют люди, которые занимаются именно подбором композиции, делают сборки и перепродают их диджеям, которые… Да, мне тоже очень много пишут ребят, но я как-то раз попробовал и не отметил тех композиций, которые мне нравятся. Да, там на самом деле они делают очень большое количество работ, то есть, если пак покупаешь, там полторы-две тысячи треков. Во-первых, ну, они по стилям разбиты, но что-то выбрать себе, для себя это очень много времени отнимает. Но все равно это, мне кажется, проще, чем искать среди мировой музыки. Я вот, Сергей, с тобой готов поспорить, потому что лично мне нравится выбирать композиции самому. Конечно, это много времени уходит, но в целом, допустим, если воспользоваться чем-то паком, и искать там, в этом паке то, что ты хочешь, это сложновато. То есть, сейчас у меня есть, допустим, подписка Spotify. Я плачусь за Spotify, за VK, SoundCloud. И, получается, подписан на тех диджакеев, которые мне нравятся по стилю. То есть, сейчас с помощью нейронных сетей, мне нейронные сети помогают. То есть, я знаю, у меня определенное количество есть музыкантов, на которых я подписан. И те лайки, которые ставят они, репосты, которые они сами выкладывают, то и влазит в мои подборки. Да, сейчас умные подборки делаются. Мне тоже очень нравится. В VK, Spotify тоже. Заходишь в плейлист дня, плейлист недели, и тебе то, что ты приблизительно слушал, тебе уже рекомендация. Ну да, не все, конечно, но это уже легче, допустим, ориентироваться, чем, допустим, искать из того, что там, из гигантского количества. То есть, вот сейчас начинающие диджакеи, которые хотят научиться, то есть, вот я у них интересуюсь, а что вы слушаете, какой стиль музыки, то есть, какого-то определенного у них нет. Ну и в первую очередь, я им говорю, что и всем советую, кто хочет начать диджейинг, выберите для себя те музыкальные стили, тех музыкантов и групп, которые вам нравятся, и тогда будет уже легче, будет сориентироваться, то есть, в техническом плане, как эти треки сводить, делать микс, подборки. Тем не менее, что ты можешь посоветовать тем, кто хочет заняться, с чего можно, с какого стиля нужно, можно начинать проще? В целом, я думаю, что ребята сами определяют, как бы это дело вкуса, и это дело каждого, но в целом, конечно, если научиться классическому диджейнгу, то лучше всего, конечно, с хаос-музыки, то есть, с прямой бочки, это тюц-тюц-тюц-тюц, и уже там уже можно понять, как это сводится, какие приемчики бывают, ну а дальше уже выбрать свой стиль, которому нравится, вот, в принципе. Ну, самое главное, конечно, свой стиль, то есть, это дело вкуса, то есть, человек... Да, учиться у кого-то, ну, не равняться, да? Да, то есть, да, у каждого же должна быть своя изюминка, свой стиль. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был Егор Макаров, диджей йогурт, очень старый, не по годам, а по своему возрасту, по своему опыту диджей, очень интересный человек, который играет в собственном направлении, в собственном стиле. И только что мы узнали, что не только в клубной индустрии существует такое понятие, как диджеинг. От Егора мы сегодня услышим его микс, что от тебя ожидать, что мы можем услышать? Я думаю, что я буду вас держать в интересе и в динамике, думаю, вы оцените мой микс по достоинству. Сказал загадкой, значит, что-то будет очень интересное. Друзья, сегодня в 10 вечера на волне 88.8 FM и на сайте в режиме онлайн вы можете прослушать миксы от диджея йогурта. Друзья, не пропустите в 10 вечера на 3.8 FM и на radio mcm.ru. Всем пока! Пока!